МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Команда спецназовцев из России стала абсолютным чемпионом мира. Международные соревнования групп специального назначения прошли в Иордании. В состязаниях принимали участие военнослужащие из Китая, Колумбии, Ливана, США и ряда других стран. Алексей Баранов подробнее. ВЫСТРЕЛЫ Российские спецназовцы еще не знают, что выполнение этого сложнейшего упражнения завершится для них триумфом. ВЫСТРЕЛЫ Быстрее и корректнее одной российской команды справиться с задачей освобождения заложников и уничтожения террористов в многоэтажном здании смогла лишь вторая наша сборная. Разница во времени всего одна секунда. На 200%, парни, все делаем очень быстро. В гору лезем прям, как танки туда влетаем. В мировом первенстве спецподразделений на приз Короля Иордании участвуют команды из 19 стран. Две российских, девять иорданских. Одна из них женская. Китайцы два года подряд становившиеся чемпионами обескуражены напором спецназовцев подразделений МВД России, дислоцирующихся в Чеченской Республике. Чести представлять нашу страну на столь престижном первенстве ребята добивались в ходе предельно жесткой конкуренции. Это упражнение, в отличие от всех остальных команд, наши выполняют вдвоем. Сложнейшие упражнения по освобождению заложников в самолете выполняют на пределе возможностей. Сборной Китая все-таки удается повторить наш результат секунда в секунду. Зато с заданием по эвакуации раненого и уничтожением бандгруппы чеченские полицейские справляются лучше всех участников. В перерывах между соревнованиями российская команда скрывается от палящего солнца вот под такими шатрами. Здесь проходит последний перед выходом на рубеж инструктаж. И вот данное свободное время бойцы спецназа используют для того, чтобы почистить оружие. Перед выполнением каждого упражнения разминка. Нога пленая, оборная. Вверх плавно. Ты должна быть в одном ритме. И специальный массаж. Улип крови, голову, мозгу. И увеличение концентрации внимания. Инструкторы тем временем тщательно разъясняют своим подопечным правила соревнований. У нас нет условий такого, что... Мы двое боялись. И особенности упражнений. И врываем сюда, просто врываем. Врываем. Давай! Заряжаем, заряжаем, заряжаем. Давай, топорой! Одно из последних состязаний едва ли не самое сложное. Давай, работай! Давай, работай! Эта металлическая лестница весит 75 килограммов. После такой физической нагрузки команды выполняют стрельбу на разные дистанции из разных положений. Команда «Россия-1» вновь опережает фаворитов – сборную китайских спецназовцев. За наших болеют и коллеги из Казахстана. Конкуренция серьезная, потому что ребята сюда приехали самые сильные отовсюду. Большой уровень, снаряжение, оружие. На высшем уровне здесь, в Иордании, в крупнейшем в мире королевском антитеррористическом тренировочном центре, не только оружие, но и экипировка. Форма наших спецназовцев по-настоящему эксклюзивна. Из различных типов тканей изготовлено дышащие вставки, вставки на локтях из более жесткого материала с возможностью ставить на подлокотники, на коленники. Специальный пояс из резинки, который не проскальзывает. Вся форма разрабатывалась под нашим контролем. Мы пробовали, испытывали, говорили, что доработать, что изменить. Российская команда очень тренирована. Нам, экспертам, отлично видно, что ваши ребята готовились предельно серьезно. Всем командам есть чему здесь поучиться. Итог мирового первенства впечатляет. Наши команды лучшие, либо в числе призеров, в девяти упражнениях. Россия! Россия! Главный приз турнира тоже наш. Россия! Россия! Команда спецназовцев России становится абсолютным чемпионом мира. Ура! 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 Алексей Баранов, Юрий Марченко и Дмитрий Кукушкин. Вести, Омман и Ордания. Команда спецназовцы России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Россия!